Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в игре появилась новая коллекционная десятка, тяжелый танк, объект 3 семерки, вариант 2. Но я его буду называть Тритопором, либо просто Топорищем называть буду. Машина очень классная, очень интересная, у меня была возможность покатать ее еще до того, как она официально появилась в игре. И, ребят, мне она зашла просто до безумия. Мне раньше всегда нравился тот же самый Суперконь, но стоит отметить, что мне объектик понравился тем, что он гораздо меньше по размерам и гораздо ниже его силуэт, соответственно, ребят, играть на нем гораздо комфортнее. Кто играл на СТГ, тот поймет, о чем я говорю. Есть, безусловно, плюсы, есть минусы по данной машине, и, как я говорю, делаем абсолютно честный обзор, поэтому говорить будем обо всем, и о хорошем, и о плохом. О хорошем. Крайне приятное время перезарядки, хорошая альфа в 430, пробитие 250 достаточно, если не хватает, есть кумулятивы. 340 прошивают практически всех, практически куда угодно. Короче говоря, все очень классно по орудию, есть хорошее время сведения, есть хороший разброс, и есть довольно неплохой ДПМ в 3000. Да, пускай и не идеальный, но он реализуемый. Безусловно, к машине многие привыкнут, и он перестанет быть настолько крутым и классным, потому что ребята поймут, как с ним бороться. Что касается минусов, первым основным минусом является крайне маленький угол склонения орудия вниз, минус 6, и, в принципе, это типично для советской техники в нашей игре. Что касается всего остального, в целом, ребят, вполне комфортно, вполне интересно, вполне играбельно. Очень, ребят, интересная броня по машине, как вы видите, здесь броня отличается от многих других тем, как она построена. Есть верхний бронелист, но обратите внимание, как он, я бы не сказал, что он стоит, он лежит просто спереди, и здесь просто обалденная приведенка. Когда вы стоите прямо вот так к соперникам, здесь приведенка просто зашкаливающая, под башней есть дополнительная броня. Обалденно забронирована передняя часть башни, лоб башни просто офигенский. Что касается дальше, здесь на уменьшение, но с учетом, опять-таки, углов склонения брони просто шикандосно. Короче говоря, ребят, не то чтобы неприступная стена, но справиться с ним довольно-таки сложно. Что касается переднего бронелиста, а именно таким я его буду называть, потому что стоит он практически прямо. Ну ладно, если серьезно, то нижний бронелист действительно картонен, и его стоит прятать, потому что в первую очередь прибивать будут именно сюда, и он довольно-таки немаленький. Стоит практически прямо, ну и, соответственно, это его ахиллесова пята. И ахиллесовый пятый должны быть у танков, потому что по-другому с ним и тогда невозможно было бы справиться. Очень часто снаряды прилетают вот сюда, вот в стык верхнего и нижнего бронелистов. Там, где броня действительно классная, 248 единиц, и довольно-таки неплохо танкует. Что касается бортов, по бортам здесь тоже довольно классно. Вы обратите внимание на то, что борта не сильно высокие, и когда вы ромбуете, вот сюда даже если прилетает, здесь приведенка за тысячу уходит. Поэтому, в принципе, ребят, по бортам пробивать не будут. Единственное что, поворачиваете немножко башню для того, чтобы работать приведенкой по борту самой башней. Что касается бортов, что касается кормы, корма здесь картонная. Что касается бортов и борта башней, здесь танковать нечем, поэтому стоять боком или стоять тылом, скажем так, к вашим соперникам остро не рекомендуется. Вот эта штукенция, я вообще не понимаю, что это и зачем. Наверное, такая себе полумаска для того, чтобы им хоть как-то, типа, какую зону от фугасов защищать. Но за ней, в принципе, ничего нет. Короче говоря, сюда даже целиться никто не будет. Будут бить просто в корму вашу, и будет им, как говорится, счастье. Но спереди машина забронирована очень классно. Что касается маски вокруг орудия, то маска орудия имеет довольно неплохую броню 252 и вообще просто уникальную приведенку. Поэтому пробивать, понятное дело, в маску уж точно не будут. Что касается сравнения с другими машинами. Как я говорил, на 10 уровне все машины, они сбалансированы. То есть особо такого крутого дисбаланса нет. Ну, по типу большая альфа и просто огромное время перезарядки. Тут, в принципе, все имеют, как правило, приблизительно одинаковое время перезарядки. Если мы отсюда уберем товарищей с барабанами, то тогда будет немножко попроще сравнивать. И обратите внимание, что в целом время перезарядки практически одинаковое у всех. Единственное, что когда у вас идет очень большое время перезарядки, то, понятное дело, у вас идет очень хорошая большая альфа. Ну, а если мы говорим о средней альфе по уровню, это 400-420 единиц, то здесь и время перезарядки плюс-минус у всех одинаковое. То же самое касается, ребят, всех остальных показателей. По подвижностям довольно нормально передвигается по карте, пускай не там суперлетает, но это тяжелые танки. И в целом ему подвижности больше, чем достаточно. 45 километров. Есть некоторые ребята, у которых чуть-чуть выше, 47, допустим, у стервы, но я бы не сказал, что это прямо ощущается. На стерве покатал и могу сказать, что машины передвигаются по карте приблизительно одинаково. Есть, конечно, зашкаливающий показатель в 50, у объекта 260, у пираньки. Но, в принципе, ребят, я не могу сказать, что машина чувствует себя намного более унылой. Абсолютно нормально ездит. Что касается доходности, информации у меня отсутствует, поэтому за нее говорить ничего не буду. Но скажу откровенно, особой доходностью машина не отличается. Скорее всего, 140%, как и у многих других коллекционок на уровне, поэтому здесь особо отмечать нечего. Процента побед тоже, ребят, нет. Ну, просто потому что машина тестилась и пока еще информации по ее результативности просто не собрали. Ну что, берем машину и поехали в бой. Как я уже сказал, меня лично объект очень сильно порадовал. Стоит отметить, что имбой он себя не показал. Поэтому, если вдруг вы будете смотреть видео, в которых с пеной урта вам будут рассказывать по поводу того, что это новая имба в игре. Ребят, просто не верьте. По одной простой причине, потому что имбовостью он не отличается. Он, в принципе, я бы сказал, отличается от других машин, немножечко другой системой бронирования, что действительно очень часто помогает в игре. И он отличается геймплеем, который он вам предоставляет и возможностями, которые у вас есть. Вы, безусловно, не настолько быстро перезаряжаетесь, как, допустим, тот же самый премиумный Чифтейн, либо та же самая Пиранья или Суперконь. Но вы перезаряжаетесь достаточно быстро для того, чтобы пользоваться своей чуть-чуть более высокой альфой. У вас есть нестандартная система бронирования. В частности, хорошо забронированный и довольно широкий стык верхнего и нижнего бронелистов. Ну и, соответственно, вы имеете очень, ну прям очень низкий силуэт танка. И это действительно очень удобно. Особенно, если вы где-то играете на каких-то неровностях, то быстро закатиться за какой-нибудь холмик или там спуститься в какую-нибудь впадину и от нее отыгрывать вам будет, ну, в край комфортно. Вот это действительно в машине есть. Но сказать, что это прям имба, я не могу. В то же время сказать, что я не хочу себе данную машину на основу после результатов моих, скажем, боев по обкатке данной машины, я не могу. Действительно машина классная, действительно интересная. Есть еще один минус по ней, как вы видите, это время откатываться назад занимает довольно-таки долго. Ну и, как я говорил, если вы становитесь бортом, то, безусловно, вас будут пробивать. В целом же, ребят, играется вполне комфортно, вполне нормально. Так. Мне стоит вот сюда сейчас проскочить, потому что Е-75 выковыривать у меня не сильно есть желание. Так. Ну что, попробуем голдовые. И заодно заверим точность орудия. Не всегда точно бьет, но, в принципе, ребят, в основном прилетает туда, куда ты целишься. Блин. Как я его смог не пробить, если он полностью серый был? Складывается впечатление, что сейчас игра делает подкрутку, причем явно не в мою пользу. Блин, еще и притормаживаю. Приятного мало. Ну что, попытаемся с ребятами пободаться. Так. Барабанная ты, сволочь. Едь сюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас будет больно делать мне. Я не хочу больно. Так, Е-75 Получи Выцелил все-таки Но, как вы видите, то, что я и говорил Имбовости брони здесь абсолютно нет Но то, что она комфортная и классная Это однозначно Нижний бронелист прошивается, как я и говорил И как видели, в принципе, в нижний бронелист Меня все и пробивали Проблемой заключается в том, что отыгрывать где-то От неровностей комфортно Не позволяет нормальное склонение орудия вниз Но в целом, ребят, машина очень играбельная Очень классная 2440 единиц Ребят, посмотрите на результативность Всей моей команды Вы обратите внимание на то, что в целом Ребят, мы проиграли, потому что Соперники были действительно сильные Действительно хорошо отыграли Ну и мы не смогли выдержать их натиск Но в целом, я не могу сказать Что объект у меня опускался ниже третьего места По результативности, по настрелу Ну и в основном победы Были однозначно в том числе И благодаря тому, как машина Показывала себя в боях Мне понравилось то, что Данная машина принесла мне возможность Получить новые какие-то ощущения То есть, если, допустим, взять Чифтейна Если взять Суперконя Если взять Пиранью Эти машины, все три, допустим Отыгрываются приблизительно одинаково То есть, когда у тебя есть Одна из этих трех машин Тебе, по большому счету Нет необходимости приобретать себе Какую-либо другую Похожую на нее Ну просто потому, что Ничего нового, кроме внешнего вида Она тебе не приносит Ты не ощущаешь абсолютно никаких Других новых Тавтологически прозвучит Новых ощущений Тебе она не приносит Данная машина Приносит новые ощущения Приносит абсолютно новый Какой-то стиль игры И дает возможность Быть результативным Причем быть результативным Не только в победных боях Тогда, когда Твои союзники Дают тебе возможность Накидывать урон А и быть полезным Даже в проигрышных боях То есть, в принципе Если ты проигрываешь То ты проигрываешь Не потому, что машина Себя плохо показала Или ты Не смог ее реализовать Я не суперскилловый игрок Я не статист И я никогда никого Не учу играть Ну просто потому, что Я не считаю, что я Преподаватель по танкам Но от себя хочу сказать Что будучи 55% игроком А именно такая моя Реальная статистика Мне машина Не далась Какими-то сложностями Она абсолютно комфортная Она абсолютно удобная Она не требует от тебя Прям каких-то Супер навыков в игре Ты действительно можешь Вполне спокойно Справляться с машиной И реализовывать Все, на что она Способна А способна она Действительно на многое Ай-яй-яй-яй-яй Хорошо А вот это уже Начинает становиться плохо Но здесь моя ошибка, ребят Я действительно Зажрался Прям со всеми Поехал туда, куда Не надо было Попал в окружение Меня здесь Понятное дело Сейчас разберут Но я не думаю Что это проблема Я думаю Что такие бои Тоже стоит увидеть Потому что Они тоже у вас Могут быть Но, соответственно Досматриваем бой Смотрим на результаты Хотя я не думаю Что там есть чем похвастаться И обязательно Сейчас запрыгиваем В следующую катку Итак, друзья Бой закончился победой Безусловно Не благодаря мне Хотя, возможно Я кого-то там и отвлек Результативность у меня Не сильно хорошая Именно потому что Я упоролся Заехал в тыл Думал, что с тыла Помогу своим союзникам Но, к сожалению Меня там довольно-таки Жестко встретили Обязательно лайкнем Сейчас вот этих вот Товарищей Ну и, соответственно Дальше Едем в следующую катку Единственное что На секунду отвлекусь Зайду в настройки После обновления игры Убедиться в том Что у меня Все нормально Все окей А то немножко Притормаживает Не знаю с чем это связано Ну, вроде бы Все нормально Все правильно Скорее всего Проблема в интернет-соединении А не в настройках Которые у меня Ну что Попробуем сделать Третью катку Сейчас попытаюсь Не лезть куда-нибудь Очень далеко Ну и попытаюсь Максимально Реализовать машину В ее возможностях Если вы не будете Делать такой ошибки Как я сделал В предыдущем бою То вы, соответственно Не будете выпадать Из первой тройки По Количеству Нанесенного урона Но, в принципе Это и могу вам Рекомендовать Потому что На своем собственном Примере Показал вам Что данная машина В окружении К сожалению Ничего не может Да мало В принципе Кто в нашей игре Может Чего-нибудь В таком жестком Окружении Когда тебя Зажали Несколько ПТшек С огромным уроном И довольно-таки Некислым пробитием Там никакая броня Тебя не спасет Поэтому в целом Рассчитывать на то Что ты Прям сам сможешь Где-то что-то Затащить Понятное дело Не приходится Наш ТТ Поехал На линию СТ Не совсем Не совсем Выгодно Для нас Ай-яй-яй-яй-яй Так Отработала Сейчас броня Как вы видите Отработала Довольно неплохо Время перезарядки Кайфовое Приятное Точность по орудию Очень классная Периодически Бывает что Кассит Но это Не больше чем Подкрутка От игры Для того чтобы Ну не прям совсем У вас Жизнь малина была Ай Вот здесь я Конечно Сейчас Тупанул Куда прилетела Ну конечно же В нижний бронелист Ничего удивительного Так Попытаемся Как-то немножко Ромбиком Отыграть И когда вы Ромбом Отыгрываете Как видите Броня Отрабатывает Просто на все 200 даже Даже ребят Не на 100 Не ультимативно Не уникально Но приятно Но приятно Действительно Приятно И когда вы Вот в такой Какой-то Игровой Позиции Находитесь Когда вы Занимаете Своё Нормальное Место В бою Пытаются Меня фугасами Хоть как-то Расковырять Ну в принципе Я ребят Понимаю Потому что По-другому То И не получится Блин Нечем Нечем Заряжающего Подлечить И я остался Один Приятного Мало Ничего не остаётся Кроме Попытаться Сейчас Отсюда Просто Нагло Свалить Подвижность У машины В принципе Способствует Тому Чтобы можно Было Куда-то Откатываться Куда-то Сваливать Что Время Перезарядки Вернули В принципе В обычное Нормальное Теперь Есть возможность Плюс-минус Давать Нормальные Тычки В ответ Надо подождать Своих Самому Безусловно Не стоит Как показала Предыдущая катка Один в поле Не воин Ну а мои союзники Почему-то Не сильно Хотят ехать Вместе со мной Не совсем понимаю Чего они выжидают Я так понимаю Что Я типа Светить должен Или как Главное Сейчас особо Не зажираться Потому что Угла склонения Орудия у меня Не сильно Достаточно Ну едьте сюда Может помогите Потому что Стоялово Это конечно Очень классно Но Легче от этого Стоялова Не будет абсолютно Никому Так Приехали по мою душу Ничего удивительного Ну и сейчас У меня начнутся Дикие проблемы Меня никто Абсолютно Не прикрывает Ну и спасибо большое В принципе Союзникам За то Что поучаствовали Со мной В этой Великолепной Катке Нижний Бронелист В отверстиях Верхний Бронелист Я бы не сказал Что прям С отверстием Я уверен Что сделали Это голдой И под соответствующим Углом А так В целом Броня Как я говорил Отыгрывается Неплохо Ну что Досматриваем Это стоялова Просто по другому Я По моему А я могу выйти Зачем мы будем стоять И смотреть Как эти ребята Сейчас будут сливаться Выходим из ангара И Точнее выходим Из боя В ангар И давайте Завершать наш Абсолютно честный обзор Что хорошего В машине Хорошо То что машина Не такая Высокая Допустим Как Супер конь Радует То что у машины Действительно Есть Единственная Ее Ахилесова Пита Это нижний бронелист И если допустим Сравнивать С вот этим вот Товарищем То безусловно Играется Комфортней Ну а если Сравнивать Допустим Там с тем же Самым Супер конем То здесь Немножко по другому Броня устроена И мне Броня по объекту 777 Понравилась Гораздо больше Есть другие Безусловно Ребята на уровне Которые могут Вполне Спокойно Составить Конкуренцию Ну допустим Тот же самый ВЗМ 111 5А Конкуренцию Однозначно Не составит Ну а стерва Безусловно Отличается Хилой Броней Но гораздо Бодрым Орудия Поэтому Друзья мои В моем Списке Однозначно Прибавилось В отношении Тех машин Которые я хотел Бо себе Заиметь На Свой Основной Аккаунт И объект 777 Сейчас Жестко Спорит Со стервой По поводу Товом Кто из них Будет находиться На первом месте Вот такой вот Объект Три топора Нравится Или не нравится Пишите Свои комментарии Если данная машина У вас есть Или если вы ее Получили Каким-то образом Ну и соответственно Друзья мои Давайте встречаться Почаще Для этого Необходимо Подписаться На канал Нажать на желтый Шильдик Ну и Обязательно Прожать колокольчик Для того чтобы Не пропустить Выход новых Видео А с вами был ГСН Всегда рад вам И всегда снимаю Для вас Честные обзоры И честные видео По поводу всего Что происходит в игре До встречи В новых видео Мира вам Друзья мои И обязательно Спокойствия Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok